Теперь перейдем непосредственно к изучению самой платформы. Значит, находится она по ссылке GIFS Flexatel XYZ. Первое, что вы увидите, это страница входа, естественно, или страница регистрации, если вы еще не зарегистрированы. Соответственно, что требуется для регистрации? Для регистрации требуется только email и придумать пароль. И все. Дальше вам на почту придет подтверждение пароля, и вы можете пользоваться платформой. После того, как вы проходите логин пароль, вы попадаете на страницу непосредственно нашего геопортала, нашей платформы, на страницу «Мои проекты». Вот сейчас мы пройдемся по левому вертикальному меню, посмотрим, что здесь есть, и потом уже перейдем непосредственно к созданию проекта и рассмотрению функционала, который доступен при создании интерактивных веб-карт. Значит, как только вы сюда перейдете, у вас здесь будет пустая страница, потому что, ну, то есть не будет у вас ни одного проекта, потому что вы их еще не создали. И, соответственно, при нажатии на кнопку «Новый проект» вы попадаете в конструктор проекта. Вот, пока что отсюда выйдем. Соответственно, здесь будут появляться ваши проекты, на них будет написано, опубликован он или не опубликован, в зависимости от того, решили ли вы его пошарить или нет. Ну, есть всякие разные виды, то есть можно представить в виде списка, можно представить в виде карточек, отсортировать, поиск какой-то найти, отредактировать, удалить, посмотреть. Дальше. Следующий пункт меню — это источники данных. Соответственно, в качестве источников данных могут выступать векторные данные, могут выступать растровые данные. Форматы данных можно посмотреть при нажатии на кнопку «Загрузить данные». Соответственно, здесь у вас и GeoPackage, и ShapeFile, и TIF, и GeoJSON, там, Excel, CSV и так далее. То есть основные географические форматы данных. Чтобы загрузить сюда файл, необходимо либо нажать на вот эту кнопку, либо перетащить сюда непосредственно файл. Задать ему имя в обязательном порядке, ну, описание и теги, по которым будет происходить поиск. Это не обязательно задавать, но можно. И нажать кнопку «Сохранить», там, «Загрузить», и ваши данные загрузятся на платформу. Соответственно, здесь у вас есть фильтр «Мои данные» или «Данные компании, собственно, нашей». Соответственно, если у вас есть свои данные, вы их можете тоже отфильтровать, сделать какой-то поиск, удалить или отредактировать. То есть, если вы загрузили данные на платформу, и в дальнейшем хотите их отредактировать, то есть вы нажимаете на кнопку карандаша и либо редактируете мета-данные, то есть там, изменить название, описание, теги, либо обновляете геометрию. Соответственно, если вы обновляете геометрию, ну, надо соблюдать структуру полей, да, поскольку проект уже настроен на данную структуру. Ну, а количество объектов вы можете менять. Что еще доступно с точки зрения работы с загрузкой данных на платформу? Доступен плагин в QGIS, который также называется FlexGIS. Вот, соответственно, вы можете его бесплатно загрузить в программе QGIS или QGIS. То есть, дальше у вас появится, он появится на панели инструментов в разделе плагины. И в стартовом окне данного плагина вам будет необходимо ввести, собственно, домен. Это ссылка на онлайн-платформу, ваш email и пароль. Дальше вы можете нажать кнопку «Залогиниться», и вы здесь увидите все ваши данные, которые вы загружали на платформу. Вы их здесь можете удалить, вы их сюда можете загружать, соответственно, редактировать точно так же. То есть, вот, например, если я хочу добавить сюда какой-то слой, я нажимаю «Добавить». У меня, вот, среди потенциально возможных слоев к добавлению выбираются все слои, которые есть в контекстном меню. Вот, при этом неважно, какие это слои, это временные слои, это временные результаты геообработки, или это существующие слои, которые хранятся у вас там на файловом пространстве. Вот, вы пишете название, описание, теги, опять-таки, ну и нажимаете «Загрузить». Вот, соответственно, после загрузки, вот, у вас будет написано, что слой успешно добавлен, и вот он добавлен, собственно, 1142 объекта, можно на платформе его посмотреть. Вот, давайте обновим страничку, в объеме здесь в поиске, и увидим, ну, что вот наш слой, который мы только что добавили, вот, его название, объект и так далее. Мы его можем отсюда удалить. Окей, значит, это что касается данных. Теперь мы идем дальше, там, тарифный план, соответственно, если это вам актуально, вот тут представлены разные тарифные планы, от бесплатного к платному, ну и список различий, которые в них есть. Инструкции, не забываем об этом разделе, то есть все, что я сейчас расскажу, в актуальном виде поддерживается в разделе инструкции, то есть описание всех виджетов, описание первого пути к созданию проекта, к загрузке данных и так далее, и так далее. Вот все здесь есть, с полезными ссылками и так далее. Обратная связь, если хотите задать вопрос, и у нас там по какой-то причине с вами нету какого-нибудь чата в Телеграме или еще что-то, вот всегда можно нажать на кнопку обратной связи и оставить свой фидбэк платформе. Дальше раздел профиля, ну здесь можно менять ваши данные, менять пароль, если это необходимо, ну стандартная страница. Документы, история платежей, ну это если кому-то интересно почитать. Итак, можем перейти к созданию проекта. Я перейду в подготовленный проект, то есть я нажму здесь кнопку редактирования и посмотрим, что, собственно, мы можем делать с нашим проектом при его создании. Первое. Пойдем также, собственно, по той же логике, по вертикальному меню левому. Здесь у нас есть раздел данные и опять-таки текущий раздел делится на два пункта. Первый пункт – это данные нашей компании, которые мы предоставляем вам бесплатно просто для, так скажем, тестирования. Вот здесь, как бы иногда мы их, конечно, обновляем, но в основном на них можно протестировать функционал платформы. Эти данные вы можете добавлять, также вы можете выбирать свои собственные данные к добавлению. Вот, любой из них можно выбрать и добавить на карту. То есть, допустим, мы добавим на карту города мира. Соответственно, сейчас я вам покажу разницу между добавлением как векторный тайл и добавлением как вектор. Собственно, вот здесь есть такие две возможности добавления. Вот если мы сейчас это добавим как вектор, то на карте мы увидим все точки единовременно. То есть, вот наш слой, города мира, он включен, и все точки его видны. Если же мы добавим тот же самый слой, давайте вот я сейчас отключу этот слой, и мы добавим тот же самый слой города мира как векторный тайл, то мы увидим, что никакая пара точек друг с другом не пересекается. То есть, идет некая генерализация в зависимости от уровня зума, от масштаба. Вот, поэтому здесь как бы пользователь сам может решать, что ему нужно показывать, а что не нужно. То есть, если ему надо единовременно показать вообще все объекты, конечно, надо добавлять как вектор. Соответственно, если ему это не надо, и он больше за какую-то вот такую красивую картинку, то можно выбрать вот такую генерализацию автоматическую и добавить слой как векторный тайл. Соответственно, при увеличении масштаба количество точек будет увеличиваться, при уменьшении уменьшаться. Дальше. Ну, соответственно, данные, возможно, вот здесь указаны полигональные, линейные, точечные и растровые. Тут у меня в разделе «Мои данные» вот есть еще растровые данные. Дальше раздел «Слои». В разделе «Слои» вы можете непосредственно видеть ваши слои, которые вы добавили из раздела «Данные». Вот, можете с этими слоями что-то делать, то есть вот нажимать там на кнопку «Редактировать» и вот настраивать отображение для финального пользователя, то есть там настраивать поля, фильтрацию, стилизацию, еще что-то. Ну, сейчас по этому всему пройдемся. Дальше. В разделе «Виджеты» вы непосредственно видите ту функциональность, которая добавлена у вас на карту. То есть это могут быть либо виджеты, которые непосредственно отображены на карте в виде кнопок. Например, вот базовые карты, вот этот самый левый нижний значок. Если я сейчас выключу этот виджет, этот значок исчезнет. То есть вот он исчезает. Соответственно, вы управляете набором функциональности, которую вы хотите добавить на платформу при помощи данного раздела «Виджеты». Виджеты могут быть настраиваемые и ненастраиваемые. То есть, например, виджет базовых карт. Вот можно настроить и выбрать те базовые карты, которые вы хотите дать для смены конечному пользователю. Опять-таки, по всем виджетам мы пройдемся. Сейчас не будем на этом подробно останавливаться. Пойдем по порядку. Далее. Параметры карты. Соответственно, в параметрах карты вы можете указать текущее значение экстента карты. То есть, стартовое значение экстента карты, чтобы при первой загрузке приложения ваша карта была призумлена не на весь мир, а на какой-то регион, который вы, собственно, непосредственно исследуете на данной карте. Далее вы можете поменять проекцию карты. Здесь у нас сейчас представлено три проекции. Одна стандартная Меркатора на весь мир. Есть проекция на Антарктиду. Если вас интересует показ Южного полюса и есть проекция на Северный полюс. Опять-таки, если вас интересуют данные в данном регионе. Цвет фонокарты. Вот, например, зачем он нужен. То есть, допустим, мы здесь выбрали какую-нибудь такую подложку и поменяли быстро цвет. То есть, чтобы у нас из-за проекции не появлялись вот эти вот белые круги, мы можем поставить, изменить цвет фонокарты и сделать, скажем так, более привлекательную карту. Дальше. Что у нас еще есть в параметрах карты? Логотип названия. То есть, здесь мы можем изменить наш логотип. Можем изменить ссылку под логотипом. То есть, куда будет вести клик по названию карты. Можем изменить непосредственно само название. Там 1, 2, 3 поставить. Все поменяется. Ссылки как работают. Собственно, если у вас есть ссылка на данную картинку или же ее там B64 представление, то сюда можно по факту загрузить любую картинку. Дальше. Параметры боковой панели отвечают за видимость или невидимость боковой панели со слоями при первом открытии приложения. То есть, если мы сейчас перейдем в режим просмотра приложения, то мы видим, что изначально боковая панель открыта. Ее, конечно, можно скрыть, открыть. Но если вы хотите, чтобы она изначально была закрыта, вот этот как раз пункт влияет на данную функциональность. Делается это обычно для встраивания карт на какие-то сайты. То есть, где необходимо, чтобы на всю ширину при первом заходе на сайт была именно только карта без боковой панели. Вот такая функциональность есть здесь. Опять-таки, дальше ссылка на обратную связь. Сохранение проекта. То есть, если вы производите какие-то изменения в проекте, вам необходимо его сохранять. Без сохранения, соответственно, все, что вы сделали, так сказать, сотрется. Экспорт и импорт проекта делается для удобства, ну, так скажем, копирования проектов. То есть, если вы настроили какой-то один проект и хотите сделать подобный, то есть, использовать там те же стили, те же данные, но чуть-чуть его там видоизменить. Вот, вы можете выгрузить проект в JSON, нажать там в разделе «Мои проекты» на новый проект и загрузить этот проект из JSON. Он у вас подгрузится весь ваш настроенный проект, сделать несколько изменений и сохранить просто заново, как отдельную сущность. Дальше пункт «Мои проекты» — это переход в стартовое меню. И пункт «Профиль» — это, собственно, непосредственно все меню, которое вы видели на странице предыдущей, да, то есть в разделе «Мои проекты». Вот, теперь пойдем по порядку, ну, что еще важно отметить, да, есть кнопка «Опубликовать», вот, она, конечно, непосредственно отвечает за публикацию вашей ссылки, вот, то есть, если вы собрали какую-то карту и у вас, ну, карта не опубликована, никто ее посмотреть не сможет. Если же вы нажмете кнопку «Опубликовать», у вас генерируется вот такая вот уникальная ссылка на проект, скопировав которую и открыв там в новой вкладке, вы сможете поделиться этой ссылкой с кем угодно, и человек, который даже не зарегистрирован на платформе, что очень важно, сможет открыть эту ссылку и посмотреть данную карту. Вот, то есть это, как бы, ну, основной, собственно, функционал, да, который отвечает за публикацию вашей карты, за то, чтобы вы могли ей поделиться с кем-то и так далее. Итак, ну, пойдем по слоям, давайте сейчас я удалю вот эти два слоя, которые добавлял специально, и пойдем по порядку, что мы можем менять в слоях. Давайте мы добавим на карту вот города мира, соответственно, это обычный точечный слой, сейчас посмотрим, что можно менять в точечном слое. Нажмем кнопку «Редактировать», то есть три точки, нажатием на кнопку «Редактировать», и пойдем по порядку. Значит, первое, можно поменять название слоя. Все понятно здесь. Дальше можно добавить описание слоя. Вот, допустим, я напишу здесь «Города всего мира» и сохраню. И у меня появится вот такая вот иконка напротив названия слоя, при нажатии на которую конечный пользователь, опять-таки, в приложении увидит то описание, которое я захотел дать для данного слоя. То есть, все вроде понятно. Дальше. Прозрачность слоя. Тоже здесь, я думаю, нет никаких вопросов. Просто изменяет прозрачность данного слоя. И настройка масштаба. Настройка масштаба показывает, начиная с какого и заканчивая каким масштабом данный слой будет виден. То есть, некая такая генерализация. Если я нажму «Сохранить», то видите, у меня слой исчез. Вот, я буду приближаться, и слой там появится. Вот, соответственно, отдалюсь, он опять исчезнет. Ну, вот, за это как раз отвечает вот настройка масштаба. То есть, опять-таки, некая такая ручная генерализация ваших объектов, вашей карты, чтобы она не была перенагружена на каких-то мелких масштабах или там крупных масштабах, наоборот. Вот, соответственно, это позволительно менять. Дальше, что у нас есть в разделе «Основное», помимо масштаба, «Инфо-окно». Можно его включить и выключить. Соответственно, если вы его включаете, то у точек на карте появляется возможность на них кликнуть, или у точек, у полигонов, у линий появляется возможность на них кликнуть и посмотреть то инфо-окно, которое вы им настроите. Соответственно, сейчас посмотрим, как его настраивать. И также у инфо-окна есть дополнительные пункты настройки. Показывать инфо-окно на карте или в боковой панели. Вот, допустим, сейчас выберем «В боковой панели» и выбрать поле для заголовка инфо-окна. Ну, допустим, «Country name» выберем. И теперь, если мы, соответственно, настроили таким образом наше информационное окно, то, во-первых, у нас в заголовке инфо-окна стал атрибут «Country name» появился, и боковое инфо-окно открывается непосредственно сбоку, а не на карте. Хороший этому пример — это вот слой, который я подготовил специально для боковой панели. Слой, в котором есть фотографии. То есть, что это означает? Это означает, что если в атрибутивной таблице слоя есть ссылка на фотографию в веб, то эти фотографии покажутся непосредственно в информационном окне, если оно отображено сбоку. Вот, собственно, такой функционал есть. То есть, если у вас есть какие-то произвольные ссылки на фотографии, можете их добавлять, и в приложении будут показаны данные изображения. Так, вернемся к нашему слою. Вот, соответственно, мы прошли раздел «Основное». И теперь как раз вот плавно от информационного окна перейдем к его настройке. То есть, давайте сохраним, посмотрим еще раз, как у нас выглядит информационное окно. Вот у нас слева указаны названия столбцов, справа их значения. И вот я бы хотел удалить, например, из информационного окна ненужный мне атрибут «Object ID», который, очевидно, не нужен конечному пользователю. Там, переименовать city, нижнее подчеркивание, name, какое-нибудь нормальное название. И поменять местами, допустим, статус и population class. Что мы сделаем до этого? Мы перейдем в раздел «Поля» и здесь мы видим настройку нашего информационного окна. Значит, вспоминаю задачу, удаляю «Object ID», указываю псевдоним для поля city name в качестве слова названия и меняю порядок, population class и статуса. То есть, хочу, чтобы сначала было вот это поле, а потом уже в конце статус. Нажимаю «Сохранить», кликаю на объект, и мы видим, что у нас название поменялось, да, и population class поменялся со статусом «Порядок». И удалилось поле «Object ID» из непосредственно информационного окна. То есть, настройки информационного окна также присутствуют. Вот, вы можете указывать псевдонимы полей, там, их порядок и вообще наличие в информационном окне. Окей, это раздел «Поля». Теперь перейдем к разделу «Стилизация» и будем по порядку проходить это. Значит, давайте сейчас на каком слое я это покажу. Ну, давайте, то же самое «Города мира». Можно выбрать несколько типов стилизации для точек, а именно пять типов стилизации. Единый символ, когда все точки отображаются одним и тем же символом. Символ по одному атрибуту, когда символ или там цвет зависит от атрибутики. Символ по нескольким атрибутам, соответственно, можно для точек дать три измерения, то есть три степени свободы. У них может меняться символ, цвет и размер. И каждое из этих измерений можно, так сказать, завязать на какое-то поле, на какое-то значение атрибута внутри данных слоя. Дальше есть карта диаграмма, у которых есть размер, который может зависеть от атрибута. И также параметры карты диаграммы – это все числовые поля, из которых в дальнейшем создастся вот этот вот круговой пай-чарт, ну, в общем, который будет виден на карте. Ну и тепловая карта, которая создаст, так сказать, известный этот хитмэп по плотности точек. Давайте начнем с самого начала. Единый символ. Вот, допустим, выберем квадрат, цвет – оранжевый, там размер какой-то поставим. Можем здесь поменять границу, если это необходимо. Нажмем «Сохранить». И вот у нас все объекты представились в едином символе – оранжевый квадрат. Дальше. Символ по одному атрибуту. Соответственно, здесь мы выбираем любой атрибут. И дальше, чтобы, так сказать, не руками заполнять потенциальные значения этого атрибута, есть возможность, способ задания вот этих вот значений. Если мы имеем дело с текстовым полем, то нам здесь, конечно, нужны уникальные значения. Мы нажимаем кнопку «Задать», и у нас появляются все возможные значения из таблицы атрибутов. И теперь мы их можем настроить. Вот, допустим, мы хотим разными цветами настроить статус города, ну или там значения в поле «Статус города». Мы нажимаем на вот эту вот шестеренку напротив слова «Символ» и говорим, что хотим дать цветовую схему, допустим, разноцветную, для данных значений. Символ пусть будет там квадрат у всех и размер там 20. Окей. Нажимаем «Ок» и мы видим, что у нас автоматически заменились цвета у всех значений. Вот. Здесь, опять-таки, мы можем что-то удалять, можем добавлять вручную, менять псевдонимы, вот, если это необходимо для легенды. То есть вот это вот будет отображено в легенде. Давайте так вот напишу на всякий случай. Ну и нажму «Сохранить». То есть вот мы видим, да, что наш слой теперь имеет различные цвета в зависимости от значения атрибутов. Добавим легенду данному слою. Включим точнее. Вот, соответственно, окей, сохранили. Ну и мы видим, что вот как раз наш псевдоним, который мы заполняли, он отобразился в легенде. Легендой также можно, естественно, управлять. То есть вот, допустим, мы не хотим, чтобы там были все остальные значения. Взяли, выключили, ну и сохранили. И, соответственно, это исчезло из легенды. То есть управление вот этими вот значениями, да, оно тоже присутствует. Окей. Что мы можем делать дальше? Дальше мы можем настраивать стилизацию по символу, по нескольким атрибутам. Ну или давайте попробуем сначала еще пройтись по... Ну давайте Object ID возьмем, поскольку это числовое поле, и посмотрим, что здесь есть в качестве преднастроенных способов задания стилизации для числовых полей. То есть мы можем указать различные интервалы, мы можем указать заданные интервалы, да, то есть добавляя интервалы вручную для значений. Мы можем указать равные интервалы, и тогда, указав количество интервалов, например, 6, да, мы можем нажать кнопку задать, и у нас автоматически наше поле поделится вот на 6 интервалов, и точки будут соразмерны, соразмерны по там увеличению или по уменьшению размера. Ну, опять-таки, этот размер вы можете править, если он вас не устроил изначально. И помимо равных интервалов, есть еще вот стандартное деление, да, массива данных на интервалы. То есть это равное количество по квантилям и, естественно, границы по дженксу, вот. То есть, соответственно, здесь у вас просто будут немножко другие значения в самих интервалах. Вот, если вы нажмете там кнопку сохранить, да, то увидите, что точки стали разного размера. Вот, то есть они на карте, ну, понятно, что это поле Object ID, да, то есть оно идет у нас просто... Вот, последовательно, как-то слева направо, вот. Но, опять-таки, вот можно завязать стилизацию на числовой параметр и настроить интервальное отображение. Теперь перейдем к стилизации по нескольким атрибутам. Для этого вот мы включим слой центроиды стран мира. И, как мы видим на карте, да, у нас, во-первых, они отображены разными цветами, во-вторых, разного размера, да, то есть от маленьких точек до больших. И еще у них есть разные символы. Что-то отображено квадратом, что-то вот там звездочкой, что-то кругом, ромбом и так далее. Как это делать? Соответственно, нажимаем редактировать, стилизация и выбираем символ по нескольким атрибутам. И вот сейчас мы пойдем, соответственно, по всем этим трем разделам. Итак, по символу. Символ у нас настроен от атрибута тип экономики. Соответственно, вот в нем подгружены все типы экономики и указаны символы для каждого из типов. То есть, понятно, да, то есть в зависимости от текстового значения в атрибуте economy у нас выбирается тип иконки, которым это будет отображаться. Цвет у нас настроен от континента. Тоже, соответственно, текстовое поле. Ничего необычного. Здесь мы можем выбирать цвет. И, соответственно, вот у нас второе измерение становится зависимым от атрибута. И, наконец, размер у нас зависит от численности населения. Пять интервалов. Ну, собственно, опять-таки, все только что прошли. Вроде все понятно. Вот. Таким образом, у нас появляется вот такая вот карта, где все три измерения зависимы от каких-то конкретных атрибутов данного слова. Теперь, дальше. Перейдем к разделу карты диаграммы. Это новый тип стилизации, точнее, следующий тип стилизации, который показывает пайчарт или круговую диаграмму для различных числовых полей. То есть, если мы перейдем в раздел стилизации, у нас здесь выбрана карта диаграмма, размер круга, да, в данном случае зависит от атрибута GDP. Опять-таки, вот здесь три размера указано. И параметры карты диаграммы указано три числовых поля. То есть, мы видим, да, здесь тип double, да, то есть, это дробное число, которое есть у данного слоя. Вот. И они отображены разными цветами. Что еще возможно для карты диаграммы? Для карты диаграммы возможен выбор круговая, кольцевая и столбчатая. То есть, три типа карты диаграммы. Вот, например, там мы выберем кольцевую. Соответственно, диаграмма станет кольцевой. Можем выбрать столбчатую. Вот здесь появятся столбики. Ну и доступная стилизация в 2D и в 3D. То есть, вот столбчатую мы можем выбрать в 3D. И у нас появятся вот такие вот, так сказать, барчарты, да, или столбчатые диаграммы, сделанные в 3D. Ну и также мы можем выбрать, не знаю, кольцевую диаграмму тоже в 3D. Вот. И получить вот такое отображение. Соответственно, это что касается отображения карты диаграмм. Следующий тип отображения точечных объектов – это тепловая карта. Соответственно, тепловая карта представлена в разделе, как ни странно догадаться, тепловая карта. Тоже мы можем завязать по атрибуту. То есть, если у нас атрибут взвешен там от 0 до 1, мы можем его здесь указать. И интенсивность, соответственно, точки или там размытость ее будет зависеть от данного атрибута. Также мы можем выбрать цветовую схему, там, не знаю, перевернуть эту цветовую схему, если необходимо. Вот. Нажать там «Сохранить» и увидеть, да, там результаты, результаты данной тепловой карты. Ну, чтобы виднее было, там поставим, допустим, черную тему, да, и вот увидим здесь на карте другой вид отображения тепловой карты. Так, ну, вот это основные типы стилизации, то есть 5-5 типов стилизаций. Легенду сейчас мы тоже здесь покажем, как она выглядит. Да, выглядит она, соответственно, вот так для тепловой карты. Это основные 5 типов стилизации и еще доступна для точек, доступна кластеризация. То есть, вот если мы сейчас добавим города мира, настроим, сейчас мы стилизацию настроим по статусу, опять-таки, уникальное значение, задать, символ укажем. Размер, круг, ну, пусть будет круг, применим, сохраним. И вот мы видим, что у нас, как бы, вот много объектов, они тут каким-то образом все друг на друга накладываются, а мы хотим, чтобы они объединились в некие кластеры. И мы выбираем раздел «Кластеризация» и объединяем их в кластеры. Мы видим, что объекты по своему местоположению объединяются в кластеры. То есть, мы приближаем, кластеры распадаются и, в конце концов, они распадаются непосредственно на точек. Соответственно, какие у нас есть параметры настройки кластеризации. Есть, помимо цвета кластера, который мы можем выбрать, вот, допустим, красный цвет кластера и его размер. Не знаю, 80, скажем, да, то есть он побольше будет. Вот, то есть, вот, да, мы как-то видоизменили наш кластер. У нас есть еще настройки типа, типа кластеризации. Либо это простая группировка, когда все объекты просто непосредственно объединяются в одинаковые, единые по символу кластеры. Либо это круговая диаграмма. Тут уже будет зависеть от того атрибута, значение которого есть у данной точки. И, чтобы не быть там голословным, давайте это объединим. И мы видим, что наши кластеры, они теперь имеют разные цвета. То есть, они превратились в круговые диаграммы. Вот, например, кластер из двух объектов, да, наполовину оранжевый, наполовину красный, говорит о том, что там попала одна точка оранжевая, вот она, да, и одна точка красная. То есть, в зависимости от настроенной стилизации объектов, да, кластеры будут вот принимать как раз те цвета, которые вы настроили. Вот. При клике на кластер вы увидите такое информационное окно с значениями, которые попали в данный кластер. Ну, в данном случае мы настроили поле Country Name. Давайте его поменяем. Не Country Name будет, а название, чтобы у нас это различалось. Вот, мы это сохранили. И теперь мы видим название городов, да, которые попали в данный кластер. Дальше, нажав на них, мы попадем в информационное окно данного объекта. Ну, и, соответственно, возвращаясь назад, опять попадаем в данный список. Вот, то есть, попалем в 10 объектов. Ну, все то же самое. Вот. Это что касается стилизации точечных объектов. Теперь. Теперь, что касается стилизации полигональных и линейных объектов. Понятно, что у полигонов и линий гораздо меньше степеней свободы, да, у них нету по факту символа, да, у них символ всегда один и тот же. Мы не можем управлять там размером этого символа, как с точками. Ну, у линий можем, да, толщиной, но вот у полигонов не можем. Поэтому количество стилизации меньше, естественно, это такое подмножество. Давайте перейдем к полигональным объектам сначала. Так, у меня тут слой. Вот он. Ну, вот у нас есть слой. Опять-таки, нажимаем кнопку редактировать, нажимаем раздел стилизация. И попадаем в те же самые пункты. Соответственно, нет тепловой диаграммы, потому что нету плотности, нет карты диаграммы, потому что это не точка. По нескольким атрибутам тоже нету стилизации. Есть вот символ по одному атрибуту и единый символ при этом. Единый символ понятно, да, то есть все полигоны будут раскрашены одним и тем же цветом и, там, не знаю, одной и той же заливкой, цвет границ, толщина границ и так далее. Символ по атрибуту, опять-таки, позволяет вот выбрать какой-то атрибут, задать значение и настроить каждый цвет в зависимости от значения атрибута. При этом у полигонов есть такая вещь, как штриховка. То есть штриховка может быть включена, может быть выключена, как здесь вот она отключена. И у штриховок есть вот несколько таких, ну так сказать, типов штриховки, да, то есть вот они здесь указаны, например, там шестиугольники. Вот мы можем увеличить расстояние между этими шестиугольниками, толщину самой штриховки непосредственно, да. То есть вот там нажимая сохранить, мы сейчас увидим, что вот наши полигоны превратились в заштрихованные по данному выбранному типу штриховки объекты. Вот, ну, собственно, такой функционал тоже есть. Вот, что касается там линейных объектов, то тоже им доступен символ по нескольким атрибутам, как мы видим, да, здесь они указаны разными цветами на карте, поэтому, ну, все стандартно. Так, теперь пойдем дальше по разделам меню, которые есть у непосредственно слоя. В данном случае у векторного слоя. К растровым слоям мы перейдем чуть позже. Мы прошли раздел основной, мы прошли раздел поля, стилизация, легенда и кластеризация. Вот у нас осталась фильтрация и подпись. Перейдем в раздел фильтрация. Здесь мы можем добавлять любое количество атрибутов фильтрации, вот, то есть, все, что вам хочется, то и добавляйте. Значит, как только вы нажимаете добавить атрибут фильтрации, ну, у вас появляется вот новая строка и, нажав на кнопку параметры, вы ее можете настроить. То есть, первое, что вы настраиваете, вы настраиваете непосредственно по какому атрибуту вы будете фильтровать. По названию, по региону, статусу и так далее. Дальше вы называете как-то фильтр, то есть, это псевдоним фильтра, то есть, то, что увидит пользователь в боковом окне. Дальше вы выбираете вид отображения, это чекбоксы, радио, кнопки и диапазоны. Сейчас мы остановимся на всех из них. И непосредственно загружаете значения. То есть, вот вы можете загрузить значения, у вас появляются возможные значения для фильтрации. Ну, и сейчас посмотрим, что увидит конечный пользователь. Удалю вот этот вот, только что созданный нам фильтр и посмотрим, какие фильтры уже преднастроены. Допустим, фильтр по континенту. Фильтр по континенту представляет собой чекбоксы, то есть, можно будет выбрать одновременно несколько континентов. Указаны там псевдонимы. Ну, вот и посмотрим, как это выглядит. То есть, мы нажимаем, конечному пользователю также будет доступно нажатие на кнопку фильтрации. Он нажимает и вот наш фильтр по континенту. То есть, мы, допустим, выберем здесь только Африку, и у нас на карте осталась только Африка. Теперь, то есть, как мы видим, чекбоксы позволяют выбирать объекты одновременно. То есть, и то, и то. Ну, и, соответственно, сбрасывая все фильтры, все изменения изменяются. Сбрасываются, точнее. Дальше. Фильтр по диапазонам, как можно догадаться, зависит от числового параметра. Представляет собой слайдер от и до, который вы можете менять. Вот мы сейчас там поменяли, и количество городов резко уменьшилось. То есть, уменьшив еще, вот пользователь увидит только те города, население которых выше данного числа. И, наконец, радиокнопки позволяют выбирать всегда только один тип. Вот. То есть, ну, это тоже иногда полезно в различных задачах. То есть, вот мы выбрали там developed region G7, там non G7 developed region, ну и так далее. В общем, всегда можно выбрать один из представленных вариантов. Ну и выглядит это, давайте посмотрим, как. То есть, по континенту checkbox мы уже видели. Population. Соответственно, вот мы выбираем здесь диапазон и настраиваем от какого и до какого числа пользователь может варьировать свои собственные значения и фильтровать данные на карте. Ну и непосредственно радио-баттон, радиокнопки, да, выглядят вот таким образом. Какую-то из них по умолчанию можно включить для пользователя. То есть, это тоже доступно. То есть, если вы не хотите, чтобы пользователь сам там приходил к тому виду карты, которую вы для него подготовили, вы можете изначально вот включить эти фильтры, вот, сохранить карту, и он увидит тот, скажем так, срез отображения, который вы заложили в данную карту. Ну и если захочет уже, то там воспользуется фильтрами и поменяет это отображение. Окей. Значит, с фильтрацией разобрались. Теперь раздел подписи. Соответственно, включено или выключено. Допустим, здесь укажем название. Мы можем менять расположение текста, то есть, там, смещение по x, по y, вот, там, вправо-влево. Менять цвет шрифта, менять гало шрифта, размер, там, жирный курсив и регистр. То есть, если у вас в атрибутивной таблице написано произвольным образом значение, а вы хотите, чтобы всегда первая буква была заглавная, остальные в нижнем регистре, вот, вы можете выбирать произвольно один из этих вариантов. Вот. Ну и, соответственно, вот там вы как-то их подписали, они подписались на карте. Соответственно, если мы говорим о линейных объектах, то, допустим, да, здесь как-то, то линейные объекты доступно подписывать вдоль линии. То есть, если мы перейдем в раздел подписей, мы видим, что, во-первых, есть выравнивание слева по центру справа и расположение над текстом, ой, над линией, под линией и пересекая линию. Вот. То есть, ну, тоже вот есть какой-то там возможность, возможность отображения. Вот. То есть, у нас объекты подписались вдоль линии. Так. Ну, в общем, это все, что касается настройки векторных данных. Векторных данных. Теперь перейдем к настройке растровых данных. Значит, растровые данные бывают многоканальные и одноканальные с точки зрения работы на нашей платформе. Давайте сначала посмотрим одноканальный растр. Вот он у нас здесь загружен. И перейдем в раздел редактирования. То есть, опять-таки, посмотрим, что доступно для изменения администратору приложения, то есть, создателю приложения. Основное, да, то есть, это опять-таки название, прозрачность, настройки масштаба. Вот здесь отображение цветов. Оттенок, цветность, яркость. Тоже можно варьировать эти значения и управлять ими. Ну, и непосредственно там легенда, понятно, что тоже будет доступно. И непосредственно раздел стилизации. Вот стилизация растров делится по градиенту и по каналам. Если у вас одноканальный растр, то... Ну, и на самом деле, если и многоканальный, и вы хотите отобразить его по одному каналу, вы выбираете здесь канал, номер канала, выбираете диапазон значений. Вот, у вас это автоматически подгрузится, если вы впервые настраиваете данный растр, то есть, минимум и максимум значения у вас подгрузятся. И выбираете, например, либо задать цвета вручную, либо задать, используя какую-то цветовую схему преднастроенную, ну, допустим, там, синюю. Нажимаете «Сохранить», и у вас растр меняет свою стилизацию. Вот. Конечному пользователю будет доступно изменение оттенка, цветности и яркости, опять-таки. То есть, там, менее яркая, менее цветная, то есть, значит, черно-белая превращается, ну, и какой-то вот оттенок меняется. Это что касается одноканального растра. Теперь многоканальный растр. Давайте перейдем сюда. Вот у нас добавлен многоканальный растр. Давайте его отредактируем по каналам. То есть, соответственно, для Red, Green, Blue, да, цветов, для красного, зеленого и синего, мы можем выбрать свой номер канала. Вот, допустим, у этого растра там 13 каналов. Вот там для первого, для красного выберем первый, для второго, для зеленого четвертый и, там, не знаю, какой-нибудь седьмой канал. Псевдонимы указаны для легенды, то есть, чтобы в легенде отображалось то, что вы настроили. Сохраняете и видите, что растр поменял свое отображение. Ну, и легенда выглядит таким образом. Вот, это что касается стилизации растров. В скором времени, то есть, я думаю, что уже на следующей неделе будет у нас новый релиз онлайн-платформы, в которой эта стилизация улучшится, то есть, станет больше возможностей для стилизации, больше градиентов, сложных, красивых градиентов. Ну, и, в общем, следите за обновлениями в нашем канале, вот, и тогда, соответственно, увидите, как у вас станет доступна данная функциональность. Итак, мы прошли непосредственно настройку слоев, то есть, то, что администратор приложения может делать с слоями в качестве их стилизации для того, чтобы настроить вид своей карты для конечного пользователя. Сейчас, ну, если нужен перерыв в 5 минут, можем его сделать, если не нужен, то дальше у нас большой раздел с виджетами, которые представлены на платформе, их тоже надо бы успеть все пройти, вот, поэтому напишите, если вам нужен перерыв в 5 минут. Так, ну, не нужен, да, написали? Ну, окей, пошли тогда дальше. Итак, дальше у нас идет раздел с виджетами, то есть, помимо данных, на карту мы можем добавлять вот несколько различных функциональностей, вот, которые у нас, ну, могут быть настраиваемые или ненастраиваемые. Вот, пойдем по порядку, то есть, у нас вот есть раздел виджетов, здесь мы можем нажать кнопку добавить, увидеть все возможные виджеты, которые есть на платформе, и сейчас мы начнем с ними разбираться. Начнем с простых виджетов. Первый из них — это базовые карты. Базовые карты позволяют, собственно, настраивать для конечного пользователя тот список базовых карт, которым он сможет управлять на платформе. То есть, вот, допустим, мы добавим ему серую подложку, эзри, там, какую-нибудь, не знаю, океан, и луна и марс. Вот, отлично, да. И нажмем окей. И это будет означать, что для конечного пользователя появится вот такая вот кнопка, он может ее нажать и изменить подложку. Вот, соответственно, в том числе, видите, представлены такие более, ну, оригинальные подложки, типа, там, Луны, Марса, которые также зуммируются, там, как-то распадаются на какие-то объекты. То есть, если необходимо построить карту, там, по каким-то аппаратам на Марсе или Луне, то вот тоже это возможно. Дальше. Что еще можно в качестве настроек базовой карты сделать? Можно добавить свою собственную базовую карту. То есть, если у вас есть ссылка на нее, да, вот там, такого вида, да, или и ссылка на превью, то есть, это непосредственно ссылка на картинку, то вы добавляете свою собственную базовую карту, и она также становится для конечного пользователя доступна. То есть, вы можете найти в каком-нибудь ресурсе, ну, много, на самом деле, ресурсов в интернете, где я просто перечислил кучу списка базовых карт, начиная вот от базовых карт, там, Луны, Марса, заканчивая какими-нибудь подложками для Средиземья, Властелина колец или еще чего-то. Ну, вот вдруг вам хочется собрать какую-то оригинальную карту, вот вы здесь указываете ссылку, и карта работает. Дальше. Видимость слоев — это просто виджет, который отвечает непосредственно за то, будет ли доступна конечному пользователю настройка масштаба видимости данного слоя. То есть, если мы данный виджет отключим, то у слоев, как мы видим, исчезла вот эта вот функциональность, да, то есть, конечному пользователю это не будет доступно. Зуммирование к слою также отвечает за кнопку, которая есть напротив слоя, называется «Приблизить к слою». Вот, то есть, давайте все поменяем на Яндекс. Вот, то есть, приближение к слою, да, непосредственно зуммируется к экстенту данного слоя, который будет доступен конечному пользователю. Дальше. Виджеты. Изменение масштаба — это вот этот плюс-минус, в правом нижнем углу тоже не нравится, отключили, нравится — включили. Изменение порядка слоев. Значит, зачем это вообще нужно, да, то есть, вот у нас, допустим, есть какой-нибудь слой с тепловой картой, да, и слой с водосборными бассейнами. Вот. Сейчас у нас тепловая карта выше слоя с водосборными бассейнами и отображается на карте, то есть, мы ее видим, она выше этого слоя. Если мы ее хотим разместить вниз, да, потому что у нас полигональный слой превалирует, так сказать, он более важный, то вот мы просто перетащим данный слой ниже другого и изменится порядок на карте. Ну и наоборот, соответственно, если вы там в каком-то своем порядке добавили слои на карту, вот вы можете их просто перетасовать и сделать финальное отображение. Так, изменение порядка слоев, изменение проекции, но опять-таки, да, если вы его включили, или если этот виджет вам доступен, вы можете менять проекцию карты. Измерение площадей и измерение расстояний. Вот эти две кнопки, да, соответственно, измеряют площадь, измеряют расстояние. То есть несколько можно измерять, можно указывать единицы измерения, то есть эти виджеты, они настраиваемые. Можно нажать на кнопку настроить и вот указать там в метрах квадратных, в квадратных километрах, в зависимости от того, хотите ли вы там измерять на крупном масштабе или на мелком масштабе. Что касается еще виджета базовых карт, можно собирать карты, вот забыл сказать, можно собирать карты вообще без подложки. То есть вот сейчас приведу пример. В галерее карт у нас как раз есть такой пример собранного непосредственно какого-то торгового центра. То есть мы отключаем подложку, у нас есть геометрия, меняем цвет фона карты, если помним, то цвет фона карты можно изменить вот здесь. Подложку отключить несложно, то есть мы выбираем виджет базовых карт, выключаем все эти карты и непосредственно отключаем сам виджет, то есть чтобы он исчез. И таким образом у нас просто остается на карте цвет фона карты. Вот. И здесь мы также можем оперировать, это вот настроенный векторный слой, мы им также можем оперировать, то есть вот там выбрали этаж, как раз вот для чего нужны радио-баттоны в качестве фильтров, да, то есть мы же не можем там одновременно выбирать несколько этажей, будет каша на карте. Вот. Ну, все по-прежнему кликабельно, можно там что-то посмотреть. Вот. Вот такие карты можно собирать при помощи настройки виджета базовых карт. Дальше. Информация о карте. Информация о карте – это кнопка вот в правом верхнем углу карты, которая, значит, показывает ту информацию, которую вы хотите разместить о данной карте. Этот виджет, естественно, настраиваемый, здесь конструктор текста, то есть вы можете указывать ссылки, какие-то списки, упорядоченные, неупорядоченные, менять шрифты и так далее. Вот. И вот эта важная галочка – показывать информацию при запуске карты. Если эта галочка стоит, то при вот загрузке приложения у вас изначально информация покажется. То есть, допустим, вы не хотите, чтобы пользователь пропустил вот тот текст, который вы ему хотите предоставить, а кнопку он это может, я не знаю, не нажать сам, то вы указываете эту галочку и информация о карте показывается. Там можете свои креденшилсы какие-то указать, ссылки на данные, откуда вы их взяли, кто сделал карту и так далее. Актуальна она или не актуальна. Ну, в общем, понятно, зачем это все нужно. Дальше. Координаты курсора. Вот мы видим в правом нижнем углу, когда курсор перемещается по карте, меняются его координаты, соответственно, настраивается с точки зрения градусов проекции, да, там в метрах, ну и точность знаков после запятой, да. То есть, там 6 знаков после запятой, как мы видим в правом нижнем углу, количество знаков тоже изменилось. Вот. Легенда. С точки зрения настроек у легенды есть возможность отображать или не отображать легенду изначально. То есть, вот, допустим, мы нажмем отобразить ее изначально, в слоях мы включим какой-нибудь слой фотографии, если у нее включена легенда. Нет, не включена. Сейчас включим. Вот. И нажмем сохранить. И теперь вот при загрузке данной карты легенда включена автоматически, да, то есть, в общем, тоже этим можно управлять. Вот давайте там, не знаю, поменяем стартовые экстенд карты, чтобы мы видели сразу данный слой, да, там, приблизимся сюда, нажмем использовать текущее значение, то есть, у нас сохранился данный экстенд и данный зум. Нажмем, опять-таки, сохранить. И теперь при первом открытии карты вот мы увидим уже нужный нам экстенд. Дальше пойдем по виджетам. Легенда. Масштабная линейка. Это, соответственно, левый нижний угол. Настроить. Опять-таки, здесь единицы измерения. Стиль. Это линия, которая вот сейчас поменялась, да, или шкала. Сколько делений, если это шкала, и показывает или не показывает численный масштаб над шкалой. Вот тоже это меняется. Опять-таки, чисто визуальная вещь. Мое местоположение. Виджет, который отвечает за местоположение человека, если он включен в браузере, да, или там на телефоне. То есть, вот мы включили, вот там транслируется местоположение человека. Дальше виджет печати, который непосредственно доступен конечному пользователю, да, как и все предыдущие, и позволяет вывести там карту на печать. То есть, вот мы выводим карту на печать, дальше переходим в раздел печати и попадаем в браузерную печать. При этом мы можем добавить там какой-то заголовок карты, то есть, написать здесь карту, включить легенду, если это необходимо. Вот. Ну и все это живое, естественно, можно менять эти экстенты. Вот. То есть, вывести на печать любой участок карты. Дальше. Значит, виджет поиска. Виджет поиска, естественно, настраиваемый. Вот он в левом верхнем углу. И позволяет настроить произвольное количество поисков, то есть, по произвольному количеству атрибутов, по произвольным количествам слоев. Вот. То есть, вот, допустим, у нас сейчас выбран слой центроиды стран и выбрано поле названия. То есть, по названию происходит поиск. Давайте попробуем им воспользоваться. Соответственно, там, включим центроиды стран, отключим у него подписи. Вот. И попробуем что-нибудь написать. Не знаю. Вот. Биннинг. Ну вот, у нас нашлась эта точка, да, там приблизилась автоматически. Вот, собственно, поиск произошел. Вот. То есть, мы можем по одному и тому же слою, вот вы видите, да, что здесь указано название слоя, вот, на самом деле искать по различным столбцам. То есть, в одном и том же слое искать, но по различным атрибутам. То есть, это тоже настраивается. Дальше. Полноэкранный режим. Виджет полноэкранного режима. Вот эта кнопка непосредственно отвечает за полноэкранный режим. Значит, зачем она вообще глобально нужна, казалось бы. Вот. Но она нужна для тех пользователей, которые встраивают свою карту, встраивают вот эту вот ссылку, да, через iFrame на свой веб-сайт. Там, в тильду или еще куда-то. Вот. То есть, понятно, что она там отображается не на весь экран, а в виде какого-то блока. И, соответственно, если карту необходимо увеличить, вот есть виджет полноэкранного режима. Нажали на него, она раскрылась во все окно браузера. Вот. Ну и пользователь там может спокойно пользоваться этой картой. Прозрачность слоя, как и видимость слоев, тоже это включает и выключает возможность настройки прозрачности у слоя. То есть, это тоже какой-то стандартный виджет. Теперь перейдем к виджету профиль рельефа. Вот он. Значит, выглядит он как кнопка на карте. Что он позволяет делать? Значит, он позволяет строить непосредственно по CMR модели профиль рельефа того участка, который вы нарисовали. Вот, соответственно, мы построили данный, так сказать, профиль. Вот. Ведем по нему, видим, какое значение высоты в данной точке. Значит, сделано это по CMR модели. Цифровая модель рельефа открытый на весь мир. То есть, это будет работать в любом участке мира. Ну и, соответственно, ограничения такие, что раз здесь используется цифровая модель всего мира, то тут в пикселе, в одном пикселе 2 километра. Соответственно, если, ну, там некоторые наши заказчики устанавливают себе платформу в контур, и им там цифровая модель рельефа на весь мир не нужна, а им нужна цифровая модель рельефа только на их местность. Вот. И, соответственно, это возможно заменить при вот установке этой платформы в контур. То есть, допустим, нам говорят, нет, вот дайте нам, мы вам даем цифровую модель, а вы ее просто подмените здесь, и мы хотим, чтобы этот профиль там был точнее вот там по, не знаю, там Сибири, например. Вот. Это тоже возможно. Значит, что доступно в настройках данного виджета, это цвет линии графика, вывод статистики, которая показывается под графиком, ну и цвет заливки графика. Допустим, там если выберем синий, да, и здесь выберем какой-нибудь синий, тоже вот станет профиль синий. Ну, в общем, стандартные настройки отображения. Так, дальше. Виджет сравнения слоев. Значит, виджет сравнения слоев, это тоже виджет для конечного пользователя, который позволяет, вот сейчас мы приблизимся к одному из слоев, который позволяет сделать такую некую шторку на карте и увидеть сейчас, да, вот. То есть мы выбираем здесь слой для сравнения и оставляем на карте только то, что мы хотим видеть. И вот мы видим, да, что у нас при движении меняется, так сказать, отображение, да, то есть то, что было и то, что стало, там с 2010 по 2020 год. Ну вот, это работает и с векторными данными, то есть обычно функционал нужен для того, чтобы показать, там, что было, что стало, там, не знаю, как застроился город или там во что превратились сельскохозяйственные культуры, да, были такие, стали такие, вот, или вообще там какая-то застройка прошла. Ну, какие есть возможности, понятно, да, там, что слева-справа можем поменять, шторку можем сделать, там, горизонтальный-вертикальный, вот, можем сделать линзу, то есть это, вот, да, такое сравнение, да, то есть вот мы наводим и видим под линзой то, что внутри. Вот, так, ну, это что касается виджета сравнения, а, ну да, для виджета сравнения, кстати, еще доступно, вот, допустим, мы сделаем вертикальную шторку, доступно сравнение не только векторных и растровых слоев, но доступно и сравнение подложек, то есть мы можем вот сравнить, например, подложку Яндекса с подложкой Имаджери Google. Вот, и вот мы так вот будем двигать и видеть, как там, не знаю, спутник соотносится с векторными данными. Так, это что касается сравнения слоев. Дальше, виджет стартового экстента, это кнопка вот эта вот в виде домика, которая возвращает карту на то настроенное положение, которое вы настроили в параметрах карты в качестве координат центра, да, или там масштаба первоначального вида или экстента карты. Вот, то есть пользователь как бы не двигал карту, да, то есть вот здесь вот мы там подвигались, там что-то включали-повыключали, нажав на домик, я всегда вернусь в начальный вид. Вот, это что касается виджета стартового экстента карты. Виджет таблиц атрибутов, опять-таки, ну, это включается и выключается, и пользователю, соответственно, будет доступно открытие или закрытие таблиц атрибутов. Вот, соответственно, он увидит значение атрибутов, он может выделять объекты, зуммироваться к этим объектам, да, вот при помощи зуммирования, может очищать выборку, настраивать слои для отображения, вот там включать или выключать какие-то слои, может скачать данный слой вот в одном из этих форматов. Так, это виджет таблиц атрибутов, таймслайдер. Значит, таймслайдер – это виджет временной аналитики, то есть, давайте сейчас покажем на примере. У нас есть тепловая карта, сейчас мы ее перенастроим чуть-чуть, чтобы она была виднее. Допустим, так, сделаем темную подложку, и включим виджет таймслайдера. Так, вот он. Вот, и мы видим, что здесь данные по землетрясениям указаны по годам. Соответственно, мы можем менять этот год, вот, и на карте, да, там, как-то будут, не знаю, если они есть, эти землетрясения, да, то будут меняться, вот, непосредственно, да, там, отображения землетрясений. Вот, то есть, видите, да, там, при изменении года меняется отображение. Ну, и можем запустить кнопку play, и отображение, там, будет меняться автоматически, да, то есть, можно сделать такое некое, некое анимационное движение, изменение объекта. Например, как росла какая-нибудь железная дорога, строительство железной дороги, вот, как менялись там землетрясения, не знаю, развивался город, ну, и так далее, и так далее. Вот, все это можно так вот быстро сделать в виде небольшого клипа. Ну, опять-таки, для конечного пользователя можно открыть этот виджет, настроить какой-то конкретный год, и он изначально при открытии приложения увидит ровно вот тот срез временных данных, который вы ему хотите предоставить. С точки зрения, значит, настроек данного виджета можно указывать, естественно, слой, атрибут временной, то есть, если данные указаны в формате времени, то вот можно указать этот атрибут, можно настроить несколько слоев с несколькими временными атрибутами для данного виджета, то есть, если у вас такие данные присутствуют. Ну, и в качестве настроек можно указывать временной масштаб, да, то есть, либо это год, месяц, день, либо это данные слои, то есть, если у вас, так сказать, непоследовательно или нерегулярно, нерегулярные данные, там, набор данных, да, то есть, у вас сначала данные, там, за 74-й год, а потом за 2010, то есть зачем указывать год, чтобы пользователь прокликал там 20 лет без данных, что-то бессмысленно, вот можно указать данный слой, и тогда на таймслайдере появятся только те даты, которые, соответственно, доступны в таблице атрибутов. Ну, соответственно, если мы указываем там год, месяц, день, то можем указать временной шаг и стартовую отметку по времени. Вот опять-таки, вот это как раз говорит о том, что можно настроить тот вид временной, тот временной срез данных, который вы хотите изначально показать пользователю. Так, дальше. Что у нас дальше по виджетам? Транспортная аналитика. Ну, давайте отключим слой с тепловой картой. Значит, виджет «Транспортная аналитика» позволяет делать две вещи. Вот он. Он позволяет, во-первых, строить маршруты по всему миру, по дорожной сети, по графу ОСМ. Строить маршруты автомобильные, велосипедные, пешеходные, то есть один из этих трех. Можно там еще каких-то точек надобавлять, можем поменять их местами, если это необходимо. Так, вот так, да. То есть порядок точек, вот он указан на карте, 1, 2, 3, да. В каком порядке, значит, будет пройден данный маршрут. Можно смотреть, так уже сказать, маршрутную карту, где там, куда мне надо повернуть. Вот, то есть, ну, стандартный такой маршрутизатор. Велосипед и человек, это означает велосипедный вид транспорта или пешком. И можно строить зону транспортной доступности. То есть это такие сервис-ээс от точки или к точке по различным видам транспорта. Допустим, построим по велосипедному, 15-минутное расстояние от данной точки. Вот, то есть вот у нас построилась зона. Если мы поменяем вид транспорта на пешеходный, что логично, зона уменьшится. Да, ну или если на автомобильный поменяем, то она как-то увеличится. Вот, можем строить несколько таких точек одновременно, да, то есть вот раз, два. Вот, что здесь еще можно менять? Можно менять от точки и к точке. То есть, если у нас есть там какие-то односторонние движения, да, то зоны могут различаться. То есть вот, допустим, я нажму к точкам, и вот они каким-то образом перестроились, да, то есть есть и есть некое изменение. Количество минут, да, можем поменять, вот там поставить 10 минут. Зоны уменьшились. Ну и количество зон, да, вот в данном случае по умолчанию строится 3 зоны, но можно построить, например, одну зону. И чтобы там эти оставшиеся две не мешали. Ну, также можем построить 2 и 3. Вот, это что касается виджета транспортной аналитики. Так, дальше. Экспорт слоев, стандартный виджет, любой слой. Если вы добавляете данный виджет на карту, то конечному пользователю при нажатии на данную кнопку будет возможно выгрузить любой из ваших добавленных слоев в один из этих форматов. Ну, опять-таки, да, может быть, да, можно учитывать фильтры, фильтрацию, вот, ну и в скорости, я думаю, мы добавим сюда еще и shape формат, вот, чтобы это было еще удобнее. Так, и теперь непосредственно перейдем к виджету экспериментальному, который мы добавили недавно, называется он geodata.ai, вот, то есть это виджет, который использует искусственный интеллект. Давайте мы приблизимся вот к этому местности, к Краснодару. Вот, удалим вот этот слой сейчас. И вот здесь вот можно писать, писать произвольные запросы, то есть произвольные текстовые запросы, которые приходят вам в голову. Он может написать там все пятиэтажки города Саратов или там здания, которые больше двух этажей там в каком-нибудь другом городе или еще что-то. Вот, или вот запросим там заправки города Краснодар. Да, и если все прошло, так сказать, успешно, да, как вот в данном случае, то нам вернутся данные из OpenStreetMaps, вот, то есть если ваш запрос как-то соотносится с данными, которые там есть, вот, они вернутся к вам на карту сразу, сразу вернутся на карту. И что вы можете сделать? Ну, допустим, если там вам вернулось что-то не то, да, поскольку в OpenStreetMaps хранится там множество данных, да, или там вы что-то не хотите, вот в данном случае вернулись и полигональные заправки, и точечные. И вот полигональные я не хочу видеть, там я их отключу на карте, а точечные я, например, они мне понравились, и я хочу сделать своим источником данных. То есть, как мы видим, сейчас у меня их здесь нету. Вот, я нажимаю добавить в источники данных, здесь там, ну, название, понятно, подтягивается автоматически, можем его поменять. Я там задам еще какой-нибудь, не знаю, тег, вот, чтобы потом в дальнейшем было проще это найти, и нажму кнопку «Сохранить». Вот, и вот все, закроем этот виджет, вот, и вот они у меня добавились в качестве векторного слоя. То есть, я могу ими оперировать, то есть, у меня есть информационное окно, которое вот тут с какими-то атрибутами OSM-овскими. Вот, я могу стилизовать данный слой, допустим, вот я хочу его стилизовать по символу, по одному атрибуту, указать в качестве настройки стилизации бренд, подцепить уникальные значения, выбрать цветовую схему, вот, там, символом сделать не круг, а заправочную станцию, вот, и размер там какой-нибудь побольше поставить. Вот, ну, еще настроим остальные значения, если они у нас там не подцепились, да, или данные OSM не все бывают заполнены, да, вот, нажмем «Сохранить», ну, и вот мы видим, что мы настроили, там, стиль слоя, вот, заправок по Краснодару, да, то есть, там, не знаю, приблизимся сюда, вот это, в данном случае, «Лукойл», да, то есть, мы видим и по Яндексовской подложке, да, что это «Лукойл», вот, и данные OSM совпадают с тем, вот, что здесь написано, да, что это бренд «Лукойл», вот, то есть, вот, да, там легенда сразу появилась, то есть, вот, пожалуйста, мы можем все это настраивать, вот таким вот образом мы можем обогащать, обогащать нашу карту данными из OSM. При этом, вот, интересный момент, что если в OSM присутствует атрибут в виде картинки, да, то, опять-таки, вы можете нажать вот здесь вот, показать в боковой панели информационное окно, это обычно присутствует у каких-то объектов типа парки, там, я не знаю, или еще что-то, вот, ну, то есть, там, фотографии этих парков представлены, вот, то в боковом окне сразу отобразятся фотографии, то есть, там, по факту много-много работы снимается с администратора предложения, который собирает карту, вот. Вот, ну, что еще можем сказать про этот виджет? Он работает, да, по всему миру, это не только Россия, вот, здесь можно что угодно написать, то есть, там, метрополитен Парижа или еще что-то, найти, там, автобусные остановки, там, Берлина, я не знаю, или какие-то такие вещи, вот, поэтому, ну, вроде мы уложились, уложились в полтора часа. Мне кажется, я на этом закончу. Спасибо.